с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 7 августа день службы специальной связи и информации федеральной службы охраны россии у родившихся в этот день 1870 год в этот мир приходит густав круп фон болен унд гальбах глава концерна круп в первой половине 20 века военный преступник 1876 год день рождения маты харри гертруды маргариты целля голландской куртизанки танцовщицы и предполагаемой шпионки в 1947 году в семье виноградаря михаила ротару молдаванина по национальности появляется на свет софия михайловна ротарь она же ротару соня стала вторым из шести детей в семье она появилась на свет в селе маршинцы новоселецкого района черновицкой области по другим данным это произошло 9 августа так что свой день рождения софия михайловна отмечает теперь два раза большое влияние на вокальный талант софии ротару оказала ее слепая старшая сестра зинаида именно она научила петь маленькую соню которая с ранних лет имела звонкий голосок догадывались ли ее близкие что в семье растет будущее трижды народная певица молдавии украины и ссср 1954 год рождается валерий газаев русский футболист тренер в 1960 году дэвид духовный американский актер исполнитель главной роли в телесериале секретные материалы до актерской карьеры дэвид занимался совсем другими магическими явлениями став по окончании принстонского и ельского университетов магистром английской литературы он готовился к защите диссертации по теме магия технология в современной поэзии прозе но в конце концов оставил академическую карьеру ради актерской сам духовный о магии говорит так я определенно сталкиваюсь с подобными явлениями когда бываю влюблен события дня 1524 год под москвой по указу князя василия шуйского честь взятия войне с литовцами смоленска основан новодевичий монастырь один из самых удивительных по красоте архитектурных ансамблей расположенные в излучине реки москвы у трех переправ монастырь играл оборонительную роль защищая москву с юго-запада в 1598 году смоленском соборе монастыря был избран на царство борис годунов в 16 17 веках здесь приняли постриг многие женщины сарской фамилии и знатных боярских родов первая русская самодержавная царица ирина годунова царевна софья в новодевичем монастыре провела последние годы жизни первая жена петра первого 1870 год карсбаде ныне карлов и вары федор иванович тютчев пишет свое знаменитое стихотворение я встретил вас оно было посвящено к б 62-летней баронессе крюденер которую 67-летний поэт встретил на водах после почти полувековой разлуки до замужества баронесса носила имя амалия лерхинфельд и была предметом пылкого чувства юного поэта тут ни одно воспоминание тут жизнь заговорила вновь и тоже у вас очарование и тоже в душе моей любовь 1921 год в 10 30 утра в петрограде возрасте 40 лет умирает великий русский поэт александр блок тогда по городу разносился слух о том что блок сошел с ума и помешался на идее уничтожить все экземпляры рукописи поэмы 12 за несколько дней до смерти поэт был просто одержим этой мыслью бредил и отказывался от воды и пищи вспомнив что один из экземпляров мог остаться у поэта василия брюсова бог буквально кричал что убьет коллегу официальной причиной смерти символисты называют воспаление сердечных клапанов но в обществе трагедию связывают с мистическим действием его собственных слов на одном из выступлений блок произнес фразу поэт умирает потому что дышать ему больше нечем о я хочу безумно жить все сущее увековечить безличное вочеловечить не сбывшиеся лоплотить 1932 год закон об охране социалистической собственности так называемый закон о трех колосках захищение колхозного и кооперативного имущества хищение грузов на железнодорожном и водном транспорте закон предусматривал расстрел с конфискации имущества который при смягчающих обстоятельствах мог быть заменен на лишение свободы на срок не менее 10 лет с конфискации опять же имущества в качестве меры судебной репрессии по делам об охране колхозов и колхозников от насилий и угроз со стороны кулацких элементов предусматривалось лишение свободы на срок от 5 до 10 лет осужденные по этому закону вообще не подлежали никакой амнистии 1941 год летчик виктор талалихин совершает первый ночной таран в небе над москвой его самолет упал в лес в районе домодедовского района а сам раненый летчик на парашюте спустился в речку в последующих боях он сбивает еще пять немецких самолетов 8 августа сорок первого ему будет присвоено звание героя советского союза талалихин погибнет в воздушном бою около подольска в октябре сорок первого похоронен на новодевичьем кладбище в москве в 1948 зачислен навечно в первую эскадрилью 177 истребительного авиаполка 1944 год запущен первый американский программируемый компьютер марк 1 разработанный построен в сорок первом по контракту с ibm молодым гарвардским математиком говардом эйкином и еще четырьмя инженерами этой компании на основе идей англичанина чайльза бебиджа после успешного прохождения первых тестов феврале сорок четвертого компьютер был перенесен гарвардский университет и формально запущен там фактически марк 1 представлял собой усовершенствованный арифмометр заменявший труд примерно 20 операторов с обычными ручными устройствами однако из-за наличия возможности программирования некоторые исследователи называют его первым реально работавшим компьютером на самом деле машина начала перемалывать свои разряды лишь через два года после того как в германии немецкий изобретатель конрад сузе создает вычислительную машину z3 ну и самое последнее 1987 год американка лин кокс стала первым в истории человеком который в буквальном смысле приплыл из сша в россию проведя в шестиградусной воде 2 часа 6 минут она преодолела 4160 метров берингово пролива от американского острова малый диамид штате аляска до российского острова большой диамид этот сенсационный заплыв стал звездным карьере 30 лет на экстремалке хотя на ее счету к тому времени уже числилось несколько удивительных рекордов в 1972 она за 9 часов 57 минут смогла переплыть ла-манш через год улучшила свое достижение на целую 21 минуту а в 1975 стала первой женщиной которая покорила пролив кука разделяющие острова новой зеландии 76 магелланов пролив а в 1978 в кишащих акулами водах кокс обогнула мыс доброй надежды как говорится безумству храбрых поем мы песню с вами был николай пименко в проекте дата